Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем первый матч финала Тура Чемпионов, который начался только вчера. И, кстати, по этому турниру у нас есть прямая трансляция, поэтому сегодня в 6 вечера обязательно приходите на нее. Итак, в первый день игрался матч между Магнусом Карлсоном и Яном Кшиштофом Дудой. Принципиальнейшая битва, ведь мы знаем, что именно Ян Кшиштоф Дуда завершил серию беспроигрышной партии Магнуса Карлсона более чем 120 игр подряд, а также выбил Магнуса Карлсона в августе этого года из Кубка Мира 2021. Итак, давайте же посмотрим, что здесь Магнус будет делать. Обычно белыми фигурами он старается в первой же партии нападать на соперника, играть 100% на победу. Ну и Д4. Перзевая пешка от Магнуса, Конь Ф6, С4, Е6. И после Конь С3 мы переходим в перзевый отказанный Гамбит. Белые забирают на Д5, Взяли на Д5, Конь Ф3 и С5. Черные подрывают центральную пешку белых. Белые ее поэтому укрепляют пешкой и пока что не показывают свои планы в этой партии. Ян Кшиштоф Дуда забирает пешку на Д4 и после взятия пешкой разменивается на С3. И мы переходим в нечто похожее защиты Каракана с ходом С3. Ну и теперь Ян Кшиштоф Дуда ходит в ферз С7. И действительно, пешка у белых на С3 зависает. Как ее защищать? Казалось бы, можно просто пойти в слон Д2. Развиваем слона, защищаем пешку. Но, как я уже и сказал, Магнус играет 100% на победу. И здесь он просто ходит ладья Б1. Предлагаю черным спокойно забрать эту пешку. И в этот момент Дуда задумался. И кстати, Магнус уже играл такую же позицию черным цветом. Но там не было сделано хода ладья Б1. Но в этой партии черные здесь не взяли пешку на С3. Ведь теперь, после взятия, белые спокойно могут развить своего слона на Д2. Потом поставить слона на Д3 и спокойно уйти в рокировку. Получая небольшой перевес в развитии. Плюс полуоткрытую линию Б. Поэтому здесь Дуда пока что не взял эту пешку, а пошел конь Д7. Спрашивает белых, хотят ли они пойти слон Д2 и просто защитить эту пешку. Но нет. Магнус ходит слон Д3. Продолжает развитие. Несмотря ни на что. И вот в этот момент взятие черными на С3 действительно уже очень и очень смотрится хорошим ходом. Ведь черные съедают пешку на С3. И теперь выясняется, что слоном на Д2 закрываться нельзя. Тогда мы просто потеряем слона на Д3. Он будет уже не защищен. Поэтому Гянгшиш Тавдуда спокойно взял эту пешку на С3. Но здесь Магнус просто ушел королем. Теряя право на рокировку, оставляя своего короля в центре. Но после слон Е7 неожиданно компьютеру уже нравится позиция именно белых. Мы уже можем констатировать тот факт, что Магнус Карлсон заловил Яна Кшиштофа Дуда на свою дебютную подготовку. Таких партий сыграно еще не было. И после хода слон Е7 понятно, почему у белых перевес. Они ходят аж 4 и начинают накатывать на королевском фланге. В дальнейшем ладья может подключиться под третьей горизонтали в атаку черного короля. И кстати в чем еще заключается идея этой всей расстановки за белых в том, что черными не так хочется уходить в короткую рокировку. В таком случае здесь уже белые фигуры готовы к атаке. Еще фир где-то вылетит на Ж4 после того, как коня уведем. Ну а в длинную сторону тоже сильно ты не уйдешь. Пока что мешает вообще конь развить своего слона. Ну и даже если мы все это дело разовьем, то потом после рокировки у белых будет полувскрытая линия, на которой уже стоит ладья и ждет, пока король туда уйдет. В этой позиции Янг Шиштоф Дуда видимо нашел лучшее решение, это рокировка. Но ладья аж 3 и Магнус намекает, что черный король здесь будет еще страдать. Ведь теперь белый король спокойно уходит на Ж1 и к нему вообще не подобраться. А вот фигуры черных пока что стоят очень и очень нехорошо. Ведь ферзь у нас здесь стоит на С3, ему еще как-то нужно возвратиться к защите своего короля, но и фигуры совсем не развиты. В этой позиции черным уже стоило найти единственный компьютерный ход ферзь С7 и тогда их позиция еще держалась бы. Но вот после хода коня в 6, казалось бы человеческий ход, приводим своего коня к защите своего же короля, но здесь уже следует ход конь Е5. И белые развивают страшнейшую инициативу. Уже сейчас они убрали своего коня с Ф3 и ладья начинает стрелять по третьему ряду. Уже начинает угрожать взятие слоном на А7. Если черными здесь пойти как-то неаккуратно, то просто можно потерять ферзя. Шах слоном, жертвуем слона, но забираем ферзя ладьей. Поэтому здесь черным приходится еще раз уходить ферзем на А5. Итого, давайте посмотрим. Вот такой маршрут у нас ферзь уже сделал в этой партии. Целых три потерянных хода в дебюте. И в это время белые только нагнетали. Только развивали свои фигуры и шли в атаку. В ладья Ж3 и начинают грозить страшнейшие удары. Можно прыгнуть слоном, где-то пробивая по линии Ж. Также пойти слон Ж5, выбивая практически единственную фигуру, которая защищает черного короля, это черного коня. И здесь Янгшиштов Дуда делает еще один, казалось бы, логичный ход для человека, убирает короля с линии Ж. Только вот этим ходом он буквально подписывает капитуляцию в этой партии. Ведь теперь ход слон Ж5, и неожиданно у черных просто нет вообще никакой защиты. Их король слишком слаб, а белые фигуры слишком активные. А почему же у черных здесь все так плохо? Да дело в том, что мы просто следующим ходом хотим отдать своего слона за коня черных и выскочить ферзем на Х5 с дальнейшими угрозами. Например, уже будет подвисать мат на Х7. Плюс наша ладья работает, наш конь работает, и защиты здесь у черных просто не найдется. Под конь Д5, чтобы как-то сохранить этого коня, тоже не срабатывает. Здесь просто ферзь Х5, напали на мат, но и здесь защиты у черных просто никакой не находится. Если, например, пойти вот так, Ф5 перекрывает действие слона, то получим еще и шаг на Ж6 конем. Съедим слона, либо ладью, ну и здесь, в общем, как-то еще и доберемся до короля черных. Да, ну а в партии Янг Шиштов Дуда решил как-то прогнать этого слона и предложить белым взять коня на Ф6. Но и здесь черные смогли бы даже отбиться. Теперь на взятие ферзь Х5 уже не так хорошо, ведь теперь мы не добираемся до пункта Х7. Черные уже пошли Х6, перекрываясь. Но здесь находится еще один выигрывающий ход. И Магнус его находит. Магнус здесь продумал минуты 4 и пожертвовал своего слона на А6. Все это первая линия. Взяли на А6 и ферзь Ф3. Убивающий ход, наповал. Теперь мы уже грозим пойти ферзем на Ф4 и пешка на А6 совсем не держится. Но если ферзь попадет на А6, то тут просто будет линейный мат. У черных не остается никаких защитительных ресурсов. Слон прорезает все белые поля вокруг черного короля, а ладья всю линию Ж. Королем пешку на А6 никак не защитить. Пешку А6 никак уже не защитить. Например, если конем пойти на Ж8, защищая пешку, то здесь последует еще и жертва ферзя от белых. Мат в три хода. И теперь на взятие на Ф7 просто конь, Ф7, шах и мат. Так красиво тоже могла завершиться эта партия. Но здесь, к сожалению, после хода ферзь Ф3, Янгшиштоф Дуда просто признал свое поражение. Защиты от мата нету никакой. Конечно, да, можно отдать полкомплекта материала, но все равно черный король где-то да получит мат. Вот так Янгшиштоф Дуда на 18 ходу признал свое поражение. Абсолютный разгром от Магнуса Карлсона. Ну а теперь давайте перейдем ко второй партии этого матча. Второй партии все было не так однозначно. Итак, Янгшиштоф Дуда играет белым цветом, и он явно хотел отыграться за это поражение. Д4, конь Ф6, С4, Ж6 и Ф3, антигрюнфельд от Янгшиштофа Дуде. Магнус Карлсон ходит Д6, и после Е4 белые полностью захватывают центр, Е5, конь Е2 и Ц5. Вот неожиданно здесь на самом деле могли черные пойти как Ц5, так и Е5, но Магнус решил не отказывать себе в удовольствии, и после того как он пошел. Причем компьютеру этот ход не нравится, ведь черными мы здесь позволяем белым пойти Д5, и очень неплохо так захватить пространство в центре. Ну а теперь Х5. Магнус Карлсон начинает на движение на королевском фланге. Конь Е переходит на Ц3, здесь конь уже не так хорошо смотрелся, на Е2. Конь БД7, конь А3, коня белые где-то переведут возможно на Е3. И Х4, очень важный ход в этой позиции. Да, черные отдали немного пространства в центре, белым, но за это они захватили пространство на королевском фланге. Плюс ладья где-то будет тоже активизироваться. Белые выбрасывают своего слона на Ж5, подвязывая коня на Ф6, и после слон Е7 черные развязываются, слон отступает на Е3. А6, Магнус где-то забирает под контроль поле на Б5, здесь целых 2 коня туда метили. И теперь после ФД2, конь идет на А7. Здесь черным очень важно разменять сильного слона белых на Е3. Поэтому Магнус подготавливает прыжок своего слона на Ж5. Здесь он будет защищен конем и Ферзем. И да, кстати, вот в этой позиции очень сильный слон у белых, но вот второй слон, если, например, мы разменяем этих чернопольников, то вот второй слон белых будет просто ужасным. Из этого гробика по белым полям он выберется явно не скоро. И поэтому в этой позиции Янгшиштоф Дуда переходит к активным действиям. Он ходит Ж3, начиная подрывать королевский фланг черных. Теперь на взятие у него уже вскроется ладья, и конь будет связан. Выпад слона на Ж5 уже будет просто невозможен. Конь Ж5 ходит Магнус, пользуясь тем, что теперь все-таки ослабла пешка на Ф3, и грозит очень неприятная вилка на Ферзя и короля. Ферзе 2 защищаются белые, и теперь Ф5. Здесь гиперагрессивный ответ от чемпиона мира. Как мы видим, здесь король пока что у черных застрял в центре, и все равно. Черные пытаются вскрыть всю позицию. Белые вводят своего белопольного слона и грозятся взять на Ф5 с дальнейшим выигрышем пешки на Ф5. И поэтому Ф4 ходит Магнус. Он жертвует пешку на Ф4. Магнус пытается этой жертвой пешки снова получить инициативу, как и в первой партии. И здесь действительно взятие на Ф4 было бы грубым зевком от белых. Ведь теперь следует взятие, и после взятия слоном простая рокировка, и позиция белых разваливается. У них зависает слон на Ж5, а если его куда-то отвести, то там еще и пойдет пешка на Ф3. Поэтому после размена последует слон Ж5. Ну и здесь позиция белого короля очень и очень неприятная. Плюс, посмотрите, черные сохранили преимущество двух слонов, они у них сильные. А слон белых на Д3 все еще забит. Забит насмерть. Практически белые играют без одной легкой фигуры. Ну и плюс, конечно, конь на А3 не придает никакого шарма позиции белых. Он у нас здесь на Камчатке. А вот черные следующим ходом уже угрожают прыгнуть конем на Е5 и взрывать всю позицию белых. Но поэтому Янг Шестов Дуда, посчитав варианты, не забирает пешку на Ф4, что было бы настоящим зевком в этой позиции. Он просто убирает слона. И Магнус ходит А3. Теперь соступает на Е2. И после рокировки, здесь Магнус начинает играть немного не точно. Все-таки лучше было пока что оставить короля в центре. Ведь здесь у белых есть свои варианты. Они ходят ладья Ж1 и пользуются тем, что король черных уже рокировался. И после вскрытия позиции, например, взятия на Ф4, будет очень слабая линия Ж. Ладья Ф7 ходит Магнус. Он из атаки переходит в защиту. Теперь уже где-то ладья подойдет по седьмому ряду. Рокировка от белых. Белые же спокойно уводят своего короля в длинную сторону. Король белых надежно спрятан, что нельзя сказать о короле черных. В версии Ф8 Магнус пытается подвести максимально все фигуры на королевский фланг в защиту. И теперь уже, кстати, угрожает взятие на Ж3 с дальнейшим пробиванием пункта Ф3. Поэтому белые подводят еще одну ладью. И после Ф7, конь С2, белые начинают перевод коня и черные. Король Б1, профилактический ход. Конь переходит на А7. И после хода конь Е1 белые максимально укрепились по пункту Ф3. И уже начинают угрожать взять пешку на Ф4. Магнус вызывает слона. И после отступления слона белых, черные сдвоились по линии Ф. Белые, в свою очередь, уже бьют пешку на Ф4. И после взятия на Ф4, конь идет на Д3. Где-то нападаем на пешку Ф4. Слон идет на Ф6. Магнус Карлсон жертвует эту пешку. Снова. И после взятия слоном, забирает на С3. Слон идет на Д6. И мы достигаем сумасшедших осложнений. У черных висит слон на С3. Висит ладья на Ф8. И черные находят единственное решение. Слон Д4. Единственный ход, который не дает им проиграть сразу. Здесь позиция, все-таки, конечно, с перевесом у белых. Но здесь черные напали на ладью. У черных висит своя ладья. И Ф4. Белые пользуются плохим положением коня на Ж5. Теперь у него нет никакого поля отступления. Черные забирают на Ж1. И слон Е5. Но неожиданно, теперь после хода конь Ф6, черные нападают на пешку Е4. И их конь Ж5 уже может как минимум эту пешку взять. В этой позиции у черных уже перевес. Белые забирают на Ж5 и зевают страшнейший удар. Конь Ж4. Черные жертвуют своего ферзя на Ж7. Но здесь у белых большие проблемы с королем и с первым рядом. Теперь, например, на взятие ферзя на Ж7 последовал бы вот такой вариант. Черные за это забирают ладью на Ф1. И после закрытия слоном забирают еще и слона на Ж7. И в этой позиции черные фигуры разрывают позицию белых. И самое неприятное для белых то, что у черных еще сохраняется проходная пешка Х3. Сейчас уже грозим просто взять конем пешку на Х2, вернуться на Ж4 и провести свою проходную. Янг Шиштов Дуда видя, что он в этой позиции уже накуролесил, после хода конь Ж4 ставит своего слона на Ф6. Пытается хоть как-то откупиться. Но черные спокойно, хладнокровно забирают пешку на Х2. И после Е5 подкрепляем слона. Конь забирает на Ф6. Взяли на Ф6. Слон отступает на Д6. По итогу черные остаются с лишней ладьей и с сильнейшей проходной пешкой Х. Здесь белые еще закинули коня на Ф4. Пытаются прийти на Е6. И там после разменов получить какие-то проходные пешки. Но простое ладей Ф6. Да, Магнус жертвует свою ладью. Но это позиционная жертва. И выясняется, что на взятие на Ф6 Ладья бьет Ф6. Нападаем на коня. И после отступления коня на Е6. Простой размен ладей. И ферзь идет на А6. Теперь уже проходную пешку черных не остановить. Ферзь Ф6 ходит белые. Пытаются хоть какие-то найти шахи. Например, на Д8. Либо взять пешку на Ж6. Однако, простое А2. Приходится ходить слон Е4. И после проведения ферзя отдавать своего слона. Ну и здесь, после корольца 2. Ферзь Е4 шах. Янгшишстав Дуда признал свое поражение. У него не хватает просто легкой фигуры. Также у черных сохраняется отдаленная проходная. Вот так завершился первый матч для Магнуса Карлсона в финале Тура Чемпионов. По итогу игрового дня сложилось вот такое положение турнира. Магнус Карлсон лидирует на первом месте с 19,5 очками. Уэсли Сон на втором 15,5. А Ливона Ронян на третьем с 9 очками. Напоминаю, что выигранный матч в основное время дает 3 очка. Поэтому у Магнуса 16,5 стартовых очков стало 19,5. Сегодня финал только продолжается. Заглядывайте на прямую трансляцию. Начало в 18.00 Маска. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось. И пишите в комментариях, понравились ли вам сегодняшние партии. Продолжение следует...